Сегодняшняя встреча как-то сама собой превратилась в мини-ярмарку вакансий. За круглым столом собрались работодатели и будущие юристы. Эта специальность всегда пользовалась большим спросом среди молодежи. Ее привлекали престиж и высокая, как им казалось, зарплата. Третья курсница Валерия Конякова из Великого Усега после окончания вуза планирует остаться в коме, а поэтому уже сейчас занимается поиском работы. Я рассматриваю какие-то организации, органы, то есть хожу на практику. Сейчас третий год, пойду уже на практику, присматриваюсь к каким-то разным организациям и выбираю то, что мне по душе. На первом курсе я была в ГИБДД, а на втором я ходила в управление Федеральной службы дневных приставов в республике Коми. И больше как-то тянет в гражданскую сферу, нежели в уголовную. Очное отделение Сыктывкарского университета ежегодно выпускает около 40 юристов. Заочников еще больше. Готовят таких специалистов также Академия госслужбы и различные коммерческие учебные заведения. Плюс в Коми возвращаются студенты после учебы в других регионах. И вся эта армия новоиспеченных юристов ежегодно сталкивается с проблемой трудоустройства. Государство сделало все, что от него требовалось и создало именно столько бюджетных мест, сколько требуется рынку труда. Но запретить, еще раз повторяю свою мысль, многочисленным коммерческим вузам, организациям, в том числе и недостаточно добросовестным, в том числе и дающим образование исключительно дистанционным путем давать специальные юриспруденции, это дело, наверное, надзора. Но я знаю, что надзор в области образования тоже совершенствуется, что по мере, по прошествии лет закрываются те или иные, не отвечающие критериям вузы, филиалы вузов и многие учреждения, которые пытаются себя выдать за негосударственные вузы. Надеюсь, что в ближайшее время порядок на этом рынке тоже будет наведен. Впрочем, нельзя сказать, что юристы сегодня не нужны. Если молодому специалисту отказали в одном месте, в другом точно возьмут. Вот и в общественную приемную пришли как раз те работодатели, которым всегда нужны новые кадры. Это представители органов государственной власти, силовых структур, юридических контор. Только за вакантные места нужно еще побороться и доказать свою профпригодность. В 2016 году мы провели 21 конкурс. Из них 8 конкурсов на замещение вакантных должностей и 13 конкурсов на включение в кадровый резерв. Кадровый резерв у нас очень живой, то есть мы к нему постоянно обращаемся. Как только возникает вакансия на судебном участке, мы всю информацию о кадровом резерве представляем. Студентам-юристам уже сегодня нужно быть готовым к жесткой конкуренции, подчеркивали участники встречи. Уже на втором-третьем курсе необходимо выбрать направление, определиться с темой диплома, на стажировках проявлять инициативу, участвовать в различных конференциях. Все это зачтется при трудоустройстве. Большую зарплату нужно заслужить.